Танцуешь или поешь? Не, просто учу мой разум москвит. Шаровары есть? А если найду? Ну покажи, встань. Вы там все московитые гопники по своей натуре? У вас речь такая, гопническая, да? И ты без трусов, как всегда сидишь. У вас гопническая у всех душа. Душа гопника, исконно узкая душа. О чем разговариваешь ты, патриот? Ну в принципе, что ожидать от насчетка вандерфагов? Что еще ожидать? Говор как у Ленина у тебя. В принципе, в принципе, знаешь, в принципе, я тебя, знаешь, я тебе вот покажу, смотри, вот вопрос такой. А что это такая монета Владимира Святославовича, значит, на которой есть трезуб, да? Это 10-11 век. А что это Московия, ваше гопническое государство, не взяло себе трезуб ни разу за всю тысячелетнюю историю, а? Слушай, это только у тебя такая монета? Наверное, только у меня. Хорошо сохранилась. У тебя она, ну, изумительно сохранилась. Да, значит, смотри, берешь, значит, гуглишь серебряник Владимира Святославовича, в гугле пишешь серебряник Владимира Святославовича, и там тебе рассказывают, что этот серебряник чеканился с 10 по 11 век при Владимире. Также при Ярославе мудрым он чеканился. Он чеканился при Святопауке еще. То есть этих трезубов там тебе выбьет, ну, пару десятков, если не пару сотен. Вот и успокоишься. Да мне п***ь. Да понятно, ты ж глупник. Что тебе было бы интересно? Смотри, монета какая, б***ь. Нулячая б***ь этого века, охуя. Смотри, какая вот монета, а? Вот это ваша Рашкинская Порошинская монета. Вот это... Классно. Вы вышли, нахуй она нужна. Это восемнадцатый век, да? А смотри, я тебе сравниваю, я тебе сравниваю вот монета, да, вот эту, что я показал. И вот сравниваю вашу московскую монету семнадцатого века. Вот смотри, в чем разница. Вот это вся суть. То есть вот десятий век и семнадцатый век. Как эта монета называется? Да, да, да. Это чешуйка. Это чешуйка ваша. Тоже можете загуглить. Тоже можете загуглить. Хотя... Эх, слабачки. Просто сидят его пота. Что с ними общаться? Я не знаю. Ну что с ними общаться? Тут нет чего интересного найти. Сидит только вот, вышкребается. Это все фейки. Аааа. Опа. Это наш клиент. О, ***. Украина. Здорово, Россия. Здорово, Россия, да. Да. Куда будете? Путин, Путин козел. О, Путин козел. Это уже хорошо. Это меня радует. Радует? Да что тебя радовать? Я тебя все равно же приду и ***. Аааа. О, понял. Вот наконец-то этот московид. А я думаю, что-то не сходится на этот... На первый взгляд, вроде такой типичный такой московид. Поверь, не сходит. А тут говорит Путин козел. Потому что Путин козел, а это ничего не значит. Ааа. Вообще ничего не значит. Ты от себя просто идешь, да? Я все равно приду и *** тебя, да. Понял. От себя. Это вообще ничего не значит. Да. Да даже Путина не будет. Я все равно к тебе пойду. Подожди, а ты этот маньяк или кто ты? Ну как ты считаешь? Ну ты как считаешь? Ну ты похож на этого чуть-чуть двинутого человека. По маньякам. Ааа. Потому я думаю, что... Я хочу жить. Мой ребенок чтобы не пошел. Я хочу жить. Мой ребенок не пошел в армию. Да, бля, да. А у тебя есть ребенок? Мой ребенок не пошел. А у тебя ребенок есть? Конечно нет. О боже. И сын, и дочка нет. О боже. Это жесть. А ты считаешь что? Бля. Человеков 50 лет. Да. И нету никого. Да. Не считаю. Я считаю, что... Ну я считаю что, бля, бля. Надо как-то заканчивать это. Да. А как заканчивать? В пакете заканчивать. Надо. В твоем случае. Да. А что делать-то? А как это заканчивать? Не, подожди. Какой ты пакет любишь? Черный? Красный? Розовый? Голубой? Может зеленый? Какой цвет тебе? Какой цвет? Ну смотри. Я вижу тебя рубашка, да? Такая синенькая. Наверное тебе и пакетик надо синенький. Ну у меня там с мусоркой. Да у меня просто к глазам подходит. У меня голубые глаза. Ооо. Поэтому рубашка и полупает. Идеально. Идеально. Голубые глаза. Голубой пакет. И ты вот так едешь. Голубая рубашка. Едешь. Я вам нравлюсь. Во. Я вам нравлюсь. Это нахуй. Я нахуй. Путин мне вообще в хуй прахтел. Ты сам по себе такой, да? Ты просто сам по себе. Я тебе говорю. Вот смотри. Я могу тебе сказать. Путин в хуй прахтел. Вообще не в одно место. Вообще не в одно место. Так. Вот. Я тебя спрашиваю. Это война. Тебе нужна? Мне нужна Там твои пацаны гибнут Под Бахмутом Под Бахмутом Мне нужен распад России И ее полное Скажем так Исчезновение Это возможно? Ну вот это возможно Ну то что ты говоришь Это возможно Украина придет И разб***ть всю Россию Да не на вас же НАТО нападает Украинцы Украинцы это такое Вот НАТО придет сейчас С востока Когда оно придет А что они за вас не вступают Что сейчас они за вас не вступают Вам же рассказывают Что НАТО сейчас придет НАТО угранит Сейчас оно будет Мы не воюем с украинцами Мы воюем с НАТО А НАТО это сила Так вот с помощью НАТО Россия придется на мелкие кусочечки Ну вот НАТО Сейчас за вас не вступают И вот такие как ты Будут все в пакетах Все будут в пакетах Украинцы На переботочку Всю Россию смогут Расходить Как? Знаешь Сначала я тебе Там блядь Знаешь Я не в теничь километров Да понятно Я сначала тебе еще поверил Что ты что-то там Какой-то сумасшедший Или еще там кто-то А оказывается Ты просто бухой Типичный банька Которому необходим Срочно необходим пакетик Срочно необходима Доставочка на родину Грузом 200 Вот Поэтому Шу Как-то скучновато С тобой уже Давай Железобетоном тебе земля Здорово Украинец Здорово Московит Как? Московит А почему Московит Я не Московит Почему? У вас Ваше историческое название Московит Московия А ваше какое Estorическое название Украинец Русин Схерали Ну потому что Так гласит История Почему так Гласит История Ну объясни Почему Потому что так исторически и сложилось. Так исторически... А почему? Почему? Ну, потому что на ваших землях жили племена Моксель, Мокшане, Мордва, Меря, Мурома. А на наших жили Русь, Русины и так дальше. Ну, если там... Ну, Русь, Русина, а вы кто? Вот мы Русь, Русины, допустим, да, мы там московиты, а вы кто? Не, мы Русь, Русины, украинцы, а вы московиты, мокшане, а мы московиты. Да. И не поспоришь, правда? Чем не поспоришь-то? С такими фактами и не поспоришь, правда? С какими? С фактами. Ты ни одного факта не привел. Ты меня назвал московитом каким-то, а ни одного факта ты... Хорошо, хорошо, все, согласен. Давай тогда по фактам, смотри. Захожу я, значит, в вашу большую российскую энциклопедию. Ну, ходи, ну. Пишу, пишу, Русины, чтобы узнать, где же они живут, кто это такие. Пишется, Русины, это, значит, жители древней Руси, которая, значит, название бытовало минимум до 19 века. Не позднее 16 века в основном на украинских и белорусских землях также получила распространенная форма меньшего числа русин. Также оно сохраняется в Карпатских Русин и сейчас. Никакого отношения к вашей территории это не имеет. Это гласит ваша же российская большая энциклопедия. Наша же российская большая энциклопедия. Да. Тебе этого достаточно? Нет. Нет, понял. Ладно, давай тогда по-другому. Смотри, значит, захожу я к вам, значит, почитать, кто у вас там жил. Вот смотрю записки... Вот, вот насчет этого. Кто у нас тут жил? Вот. Захожу, значит, к Сигизмунду Герберштейну в записки о Москве 16 века. Ты подожди, вот еще. Кому? К Сигизмунду? Герберштейну. Он бывал в Москве в 16 веке. Все, все. Продолжай. Вот. И как раз-таки вот я зачитал, что русины жили на украинских и белорусских территориях с 16 века, как минимум, оно там встречается, это название. А в то время... Нет, не встречается. Да, я бы зачитал тебе. А в то время... Где ты зачитал? Ладно, давай, продолжай. Да, а в то время, значит, здесь Герберштейн пишет, что, значит, они носят одно и то же имя и называется на доземном языке Москвою. Что же из них дало имя, впрочем, неизвестно. Однако, правдоподобно, что город и область получили имя от реки. Ибо, хотя самый город в древности не был столицей народа, однако имя московитов было небезызвестно древним. Москва-река имеет стоки стерзки. Ты иногда говоришь, ты применяешь украинский термин, украинские слова. Я, извини меня, русский человек, я не понимаю многих украинских слов. Я же не украинец, правильно? Я русский. Я тебе объясняю, что Герберштейн пишет, что, когда он приехал в Москву, то он говорит, что Москва получила свое название, скорее всего, от реки Москвы. А как раз таки жители этой территории получили от города Москва название московиты. Понятно? Московиты. 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 Вот так вот. Ну хорошо, мы московиты, да. Ты же не понимаешь на этом. Ну и ладно, даже если не понимаешь, что мне за древнего. А сейчас, какое у нас государство? Сейчас. Сейчас? Настоящий момент. Федерация у вас. Российская федерация, правильно? Так. Слушай. Что я? Слушай. Тогда вопрос к тебе. А где в вашей федерации Российская республика? А нахрена нам республика? Вот ты мне объяснишь. Нам нужна вообще. Подожди. Ну ты же сказал, что ты вот, например, россиянин, да? Или русский. Где Российская? Я русский. Где Российская или Русская республика в вашей федерации? Как жителя? Как тебя? Как россиянина или русского? Где твоя республика находится? Республика? Ну есть... Хрень какую-то ты городишь. Смотри. Объясняю. Есть республика Бурятия, Якутия, там Татарстан, вот это все, короче. Это не республика. Это российский регион, Российская федерация. Есть такое, да. Ну, республика она называется, вообще-то. А где... Ты можешь загуглить, например, республика Бурятия, тебе все расскажет, что это такое. Слушай, у нас федеративное государство, у нас республик вообще нет. Понял. Ну загугли, республика Бурятия, чтобы ты знал, что такая существует. В вашей федерации? Республики. Она входит куда? В Российскую федерацию. Значит, она где? Так. Получается... Она у нас. В федерации, да. Получается, это объединение, да, федерация. Но смотри, у Бурятов есть своя республика, а у русских нету своей. У Бурятов своя республика. А у русских нету. Почему-то у меня нет своей. А где твоя? Здесь. Где? Где я живу? А ты где живешь? Слушай, вот чего вам не понять, это не понять. Это земля моя родная. Не важно, как она называть. Я живу на России, на своей земле, в своем русском городе. Я русский, и этим горжусь. Ага. То есть, ты живешь, в принципе, просто в Российской Федерации, значит, ты федераст. Так? Слушай, а федераст... Ну, это, конечно, оскорбительно. Ну, ладно. Я не буду... Почему оскорбительно? Не буду упадать, вот, бля. Я не буду оскорблять, не буду ничего говорить. Ну, я тебе могу так сказать. Слушай. Так, а где республика? Если у тебя есть республика, ты будешь гражданином. А где ты живешь? А я в Украине. Я в Украине. А я в Украине. Какой ты украинец? Какой? Какой? Смотри. Значит, открываю я работу Лядова за 1861 год. И он описывает украинца. А ты мне сейчас, в настоящее время, скажи, где ты живешь и какой ты украинец. Что ты мне за 21 год? Ладно. Сейчас я живу в Киеве. Я украинец. Я тебе ответил? Нет, ты мне не ответил. Да, ты живешь в Киеве. А где ваши ценности-то? Какие? Наши ценности на наш. Смотри. Вышиванка. Вот я тебе объясню. Антураж. Вот я русский, да? А тебе пиво. Вот это твой антураж. Вот мой антураж, а вот твой антураж. Вот смотри, я русский, да? И земля моя русская, блядь. И все мое, блядь. И мы за это борем, мы за это умрем. А ты за что? Ясно. Слушайте, а у меня вопрос. Можно считать вот после этого всего нас одним народом? Ну, можно считать одним народом? Меня и тебя. Тебя и меня? Можно это. Ну, судя по всему, какую ты хрень споришь? Ты же сам только что доказал, что вот. Мы абсолютно разные по всему. Вот смотри. На себя и на меня. Смотри. Мы один народ. Мы не один народ? Пошел. Не. Московицы и русины никогда не были одним народом. Это факт. Ты согласен с тобой? Слушай, не согласен. Почему не согласен? Ну, вот почему? Да много в чем. Слушай, вот у вас... Пропаганда повлияла все-таки. Да пошел ты. Ничего на меня не повлияло. Я как был при своем мнении, так остаюсь. Так а почему мы один народ? Если ты сам говоришь, что мы вот. Вот мы, а вот вы. Да потому что вы. Вот если мы придем, ты станешь моим народом. Ты также станешь меня хвалить. И всех наших, да. Я пиво не буду пить. А сейчас ты хвалишь американцев. Потому что продались вы, блядь. Слушай. Вот только разница. Ну, это понеслось уже. Я же тебя спросил просто за то, что можно ли считать после этого нас одним народом. Вот посмотрите. Вот. Вот культура узкая, пиво, какое-то бухое состояние, какой-то лепит, какой-то понос, непонятно что. И вот украинская культура. Можно считать это одним народом. Конечно, что нельзя вы должны ответить. Вы сами понимаете это сами. Зачем вы сопротивляетесь? Пропаганда это очень тяжело, конечно. Давай, гуляй. Ну что, сподобалось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram. А также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находятся в описании под видео. Дякую. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!